Всем привет! Вы, как всегда, на канале Семя на чемоданах. С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю под вот это пение петуха в новый видеоролик. Мы сегодня с вами пройдемся по даче, приготовим очень вкусный супец впервые в жизни. Еще сегодня поймаем морских ежей, поиграем в футбол в очень крутой локации, прогуляемся по вечерней даче, ну и еще куча всего интересного. Поэтому ставьте лайки, пишите свои комментарии и погнали в новый выпуск. Детки с утра решили написать письмо Деду Морозу, попросить подарки на Новый год, а скоро уже. Темка не знает, что загадать, а Родион уже давно это говорит и написал. Показываю его письмо. Дорогое Дедуша Мороз, пожалуйста, подари мне ролики. И. Не. Здорово. Ну вот такое письмо, еще получается, картину нарисовал Дед Мороза. Ну так вот. Мы приехали с мальчишками поиграть в футбол. Здесь футбольное поле, стоит огромное количество ворот, маленькие, большие. Все это дело в окружении гор. Это все в даче находится. Пацаны сейчас переодеваются. Футбольную форму. Да, парни? Да, где-то. Бутсы остались еще. Бутсы, да, еще надо купить. Бутсы не нужны. Спли себе вещество. Так что сейчас побегаем. Как же здорово. Пенальти мяч, играть в футбол среди гор. Так, Темка на воротах. Я бью пенальти. Гол. Давай еще раз. Девятка. У-у-у. Перекладина, вот это дела. Опа. Давай отсюда. Давай, папа. Так, ну что, погнали. Так, теперь я на роворотах. Так, вы готовы мяч словить в экранах? Главное, кружку уберите из рук. Оу, мимо. Иди. У нас тут дубль 2. Если все готовы, то погнали. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Опа, перекладина. Неплохо. Настенка укладывает Мирончика. Артемка с Родионом занимаются. А я хочу приготовить тыквенный супчик из тыквы. Но у меня нету блендера, поэтому нужно сейчас как-то будет выкрутиться из этой ситуации. Купили вчера еще сливки. Здесь, не знаю, килограмма полтора, наверное. Вот, надеюсь, получится. Надо сейчас намудить какой-то рецепт без блендера. Может быть, как пюрешку, размять ее бутылкой, сначала отварить. Ну, сейчас посмотрим. Я открыл первую вкладку, и там написано. Не расстраивайтесь, если у вас дома нету блендера. Тыква, так же как морковка, становится очень мягкой во время варки. Поэтому ее очень легко будет размять. Я думаю, бутылка поможет. Что понадобится? Значит, тыква, лук, два зубчика чеснока, жирные сливки, оливковое масло у нас нет в бирам растительное, соль. Еще добавить перец, перца тоже нет, поэтому без перца ничего страшного. Сейчас тыкву нарежем ломтиками. Вот такая красота у нас получилась. Здесь, наверное, побольше килограмма, но посмотрим. Учитывая, что нет блендера, поэтому чеснок и лук я сразу нарезал очень мелко. И все это дело обжариваем сейчас на сковородке 5 минут. Лук обжарили, чеснок обжарили. Теперь все это дело добавляем в тыкву. Сейчас добавляем сюда соль. И тушим все это дело. У меня почти готово. Надеюсь, будет вкусно. Осталось только чуть доварить, измельчить и добавить сливки. Уже все размельчил, добавил сливками. Вот такой шутковины я, видите, мельчил. Сейчас надо все хорошо перемешать и еще немножко поварить. Вот это финальная красота. Вкуснота. Сегодня сделал первый заказ через Трент Оил. Это примерно такая же площадка, как наш ВБ, Озон. Там есть все абсолютно. Оплатил картой Зератбанка, которую мы открывали. Здесь, значит, доставка приедет прямо сюда на адрес. Пока у нас все вещи лежат дома, то есть наши чемоданы, мы решили одно кресло развернуть, чтобы Родиончик как бы ехал вместе с нами. А Настенка с Мирошкой все так же здесь будут. Одно кресло получается повернуто сюда. Одно сюда. Вот обожаю эту машину за ее вот такую трансформацию. Прям очень классно. Так здорово. Идешь. Декабрь. Хоть и пасмурная погода, но на улице душно. Идешь. Так вот с дерева просто взял. Мандарин сорвал. Пайф. Смотрите, какой прекраснейший вид. Рыбацкие лодочки здесь стоят. Такая бухточка, пляж, ресторанчики. Красиво. Вон там вот горы, где ветряки. Надеюсь, вам будет видно и передаваться. Эта атмосфера. Там идет сильный дождь. Такой прям ливень-ливень. Видите? Прям так, смотрите. С неба. Как я не знаю, как смерч. Дальше продолжается набережная. Длится, длится, длится. Куда-то туда уходит такой мини-порт. Но это все рыбацкие суда, лавочки, где можно вот так вот просто сидеть и наслаждаться. Очень хочется покупаться. Наверное, на днях мы это сделаем, потому что водичка, конечно, очень-очень тепленькая. Здесь уже Эгейское море. В Эгейском море мы купались в Люденисе, но там, знаете, как бы Эгейское соединяется со Средиземкой. Хочется прямо в Эгейском. Вот здесь как раз Эгейское. Хочется поехать куда-то в бухты и там покупаться. Здесь-то в городах вообще не очень. Мы любители это делать. Как-никак все равно что-то досливается. Вот. Плюс лодки. Это пленка на воде, короче. Мы лучше вот бухточки какие-нибудь обязательно с вами куда-нибудь сходим. А еще мне нравится вот этот остров. Посмотрите, вот там вот вдалеке вот островок. На нем какая-то постройка. То ли маленький маяк, то ли что. А вот тут, кстати, смотрите, вот сейчас, как лучи солнца пробираются и небольшой кусочек того берега освещает. Посмотрите в воде, какое огромное количество морских ежей. Здесь еще марина. Получается, разделяется дача вот такой косой на две марины. Здесь есть парк. Называется амфитеатро. Есть даже какой-то небольшой указатель. Здесь же у нас рыбный рыночек. Сюда утром в 9 утра привозят рыбаки рыбу. И в палатках он там вот продается. Тоже как-то ценники показывали. С утра еще ни разу не приходили. Приходили один раз вечерочком только. Шикарнейшие пальмы. Посмотрите, как красиво все это смотрится. И вот он, видите, амфитеатро. Пойдем посмотрим, что там есть. Так, с какой стороны, правда, заходить не знаю. То ли с той, то ли с этой. Вот еще вид. Там уже солнце заходит за гору. Здесь, кстати, солнце быстро пропадает. Точнее, рано. Потому что вот сейчас время только 17 часов. А солнышко у нас уже зашло за гору. Так, мне кажется, мы идем не там. Кстати, смотрите, вот скульптура такая огромная. Льва. Или это не лев? По-моему, лев. Огромный лист упал с пальмы. Смотрите, какой он гигантский просто. Он с размером Миронечка, да? Какой огромный лист. Здесь их, кстати, очень много. Опа, пойдем по луже с тобой пройдемся. Ой-ой-ой-ой. Так, и, 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 амфитеатр у нас, к сожалению, закрыт. Не знаю, как туда попадают. Туалет, не туалет. Вот и все. Так, Мирош, когда попробуем пройти сюда... А вдруг у нас получится через щелку посмотреть? Нет, закрыто. Ну, покажу вам так. Опа. Не знаю, видно, не видно. Сам хоть потом на монтаже посмотрю. Мы, получается, были вот здесь. Вот сейчас идем чуть-чуть в другом месте. Здесь, видите, парковка. Называется автопарк. Вот такой с Мирошкой. Пробираемся. Ух ты, смотрите-ка. Парковка бесплатная. Я просто вижу, что здесь еще стоят автодома. Вот кто нас смотрит, вонлайфера. Вот сюда можно приехать. Вот так вот расположиться возле этого получается амфитеатра. У вас будет вот такой вот шикарный вид на дачу, на горы. Да, видите, вот так вот ребятки там живут в этих домах. А мы с Мирончиком сейчас пойдем посмотрим, что у нас здесь. Опа. Ехать сложно. Да, Мирончик? А что у нас здесь? У нас здесь просто вот такой вот, видите, спуск к морю. Ну, поехали, спустимся. Вот так вот Мирошку спускаю. Опа, держись! О, а дальше, кстати, прекрасно. Дальше просто вот такая вот чешка. Опа. Камни. Здесь, видимо, когда волна идет, прилично долбит в эти плиты. Но сегодня волны нету. Вот с этой точки, кстати, открывается очень красивый вид на дачу. Как раз и надпись видна. И, собственно, весь вот такой вот вытянутый город, его окраина, бетрики, те высоченные скалы, вот эти все бухты, где-то там бодрум. Ну, естественно, красивые вот эти желто-зеленые пальмы. Посмотри, какой закат. Все остальное, брат, такая мелочь. Что там даже уже? Сегодня реально очень крутой закат. Солнце-то давно уже зашло за гору, но оно именно сейчас начинает раскрашивать облака. Мы так еще забрались повыше на один из заливов дачи. Там вот виднеется на горе флаг Турции. Огромный-огромный-огромный. Потрясающе! Такие краски! Воскресенье в даче все закрыто. 95% всех заведений не работает. Видите, например, даже турк целый, всякие духи, банки. Ничего нету. Даже многие кафе и ресторанчики тоже закрываются в воскресенье. Здесь, короче, город засыпает. Здесь нужно либо уезжать куда-нибудь на пляж, чилить, либо в какой-то поход отправляться. Либо, я не знаю, мы даже хотели здесь сейчас купить пидешку. Здесь посоветовали. Не, не открылось. Хорошее заведение. В итоге оно тоже закрыто. Здесь в центре есть такое интересное заведение. Кафочечка. Все с такими... штучками украшены. Плетенными, или как там они называются. Здесь вам по себе заведение прикольно. Здесь, видите, такие портреты висят. Различных... Различных моделей, звезд, куклы. Куклы, шторки. Вот, видите, и дерево, получается, тоже украшено какими-то куклами, клоунами. Пиноккио. Да, Пиноккио, ага, вон. Сами деревья тоже. Прикольные. И само заведение. А-ля Бали, знаете? Ха-ха. Слушайте, вот такое заведение здесь есть. Стоит печь по центру. И такая труба, смотрите, как он выходит. На самом верх зигзагом. Какая-то магия в этой даче происходит. Зашли мальчишкам купить мяч, потому что тут они запнули соседями, мы не знаем, как достать. А там на Тавиле никто не живет. Мячик стоит 160 лир. В итоге она дает еще Мирону мячик. Вот Настенка пока за ним бегает. Вот, видите? Я ей отдаю 160 лир за вот этот футбольный. И она такая берет у меня только 100 лир и говорит, типа, все, больше ничего не надо. Мы такие, в смысле? А этот она такая, типа, подарок. И за 100 лир, получается, нам отдала, короче, мячик. Какой-то футбольный. И еще Мирошке вот это подарила. Просто офигеть вообще. И причем это не первый раз мы когда в канцелярию покупали. Машинку, но... Просто Мирошкин день вообще. Мы тут зашли в заведение. Пиде покушать очень давно мы не ели пидещиков. Здесь вот по ценам вам покажу. 40-45 лир средняя цена. И супы здесь вот обычные, которые мы берем, вообще по 20 лир, прикиньте. Ценники вообще огонь. Зашли в магазин купить детворе канцелярщину. Здесь что-то два перманентных маркера, краски, карандаши, фломастеры, 215 лир вышло. И продавец, прикиньте, берет, достает из пачки машинку и просто дарит Мирону новую. Представляете? С батарейками. С батарейками, жужжалку. Прикиньте. А, она ездит на этом. Попол, на, Мироша. Вот такой тебе подарок, представляешь? Пришли сюда к морю и мальчишки поймали морского ежа. Я же говорю, аккуратно. У него очень, у него очень, там еще и яд у него, конечно. Сейчас он вас раскусает. Колоса? Да. Смотри, у него очень лютые вообще иголки. Конечно, у него же, смотри, у него с той стороны присоски. Дай, смотри. Видишь, вот она присоска. Не лезьте близко. Видишь, видишь, закрывается, видишь, закрывается. Угу. Как? Ну как, вон, видишь, колючки закрываются у него. Да. Слушай, велится как. Зашли в такое местное заведение. Здесь сидят местные и будем есть прямые. Здесь центки классные вообще на донеры и прям очень крутые. Еще есть комплексные обеды и просто мясо, например, можно взять. Слушайте, такие здоровые донеры. Вообще за копейки. В общем, Настенка давно хотел, Настенка довольна. Смотрите, как красиво смотрится дача ночью. Горят фонарики. Так, ездят машины, надо пропускать. Прикольно, конечно. Первый раз мы здесь гуляем вообще ночью. Обычно только днем до днем. А сейчас, как я всегда люблю говорить, своя атмосфера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова